апофеоз программы отдыхающего в юрмале это йомас мы находимся на центральной улице и какой замечательный магазинчик латвийские продукты даже на русском языке зайдем туда какое разнообразие какой богатый ассортимент очень много продукции силовых сосновых шишечек замечательная продукция у нас вообще много вкусностей заплепихи и конопли очень большой ассортимент когда я была маленькая я ходила по улице йомас и любовалась этими витражеками когда закатывается солнце как не светятся эти белые перекрестия в ночи и заросовать рисунок витражей чудо сейчас это галерея смотрю пустынно на улице но это пока пустынно уже смягчаются требования и 1 апреля и апреля я думаю же любой отдыхающий любой рижанин может зайти в любой кафе и ресторанчик мне нравится анус крозвич вот это желтый домик крозвич это уменьшительное слово крокс это таверня хорчебная а крозвич это маленькая таверенка может быть немноголюдно но очень скоро все изменится сейчас улица пешеходная улица йомас если у вас велосипедик собой вы на нем не прокатитесь а вы должны его копить рядышком как раз его выложены тут рудуарные советую зайти в гостиницу юрмала спа а почему потому что вы поднимаетесь на лифте даже если проживаете в этой гостинице поднимаетесь на девятый этаж и взирается любуйтесь панорамой юрмала вот такая возможность и ресторанчик там хорош а мы уже приближаемся к улице тыргана торговый здесь впервые появились такие магазинчики торговые ряды и эти здания они каменные 1914 год потому что 1913 году был сильнейший пожар а какие красивенькие это здание ажурный балкончик сочетание белого синий карниз фриз и лепнина стюк такие зубчики динтиковы очень интересно а вот все очень любили кафе пингвин она находится рядом сейчас там в этом здании ресторан узбекистан тоже неплохой узбекские повара выписаны ну а напротив этих зданий недавно выстроены такая солидная постройка курса я считаю что это чудовищное здание потому что раньше здесь находился нежный желтый домик но банка банкротился и домик снесли а здесь когда-то вот в ранее выстроен домики играл раймонд пауз в ресторанчике семь сестер а почему такое название семь сестер когда девушка архитектор выполнила интерьер то на одной стеночке она изобразила трех девушек вяжущих снопы а на другой стеночке побольше четырех купачек и комиссия приемная пришла и говорит о 3 и 4 7 7 сестер вот раньше когда мои друзья студенты вроде бы бедный народ да но они трудились там выходной день каменщиками или четыже делали у них была небольшая дедушка но я обходила с друзьями все ресторанчик мое сейчас любимое кафе дегуста потому что тут выпечка замечательный очень вкусные эклеры нежные такие ну я когда приезжаю сюда с дочкой наши чего-то предпочтение разделяются я люблю посидеть здесь в дегуста а напротив моя дочка направляется мадам брюши там очень гигантно но от этих деревянных домиков глаз не оторвать овальная кошечка тоже перекрестие речи из расовый рисунок витражей там круг круг это идеальная форма вот тоже то ли окошечко так а формы и башенки асимметричные объемы великолепия она это будет постройки 1901 многие здания реновированы некоторые построены вновь но с большим любовь им относится к расследию а вот в этот музей не все заходят не многие знают туристов что тут бесплатно городской юрмальский музей вся история курорта курорт немецкого это место отдыха вся история курорта начиная с 19 века тут представлена обилие купальных костюмов раньше существовали часы до 10 можно было искупаться мужчинам с 10 до часу только даму и по пляжу ходили городовые в белых парадных костюмах но на них женщины не обращали никакого внимания вроде бы человек служивый несет службу и смело переодевается тут на первом этаже кафе а на втором этаже часто выставка помимо экспозиции выставку художников но экспозиция богатая иногда туристы подходят и говорят что это за кружки написано пометка 1 40 1 20 я говорю раздатка простая если вы заходили трактив то вы просили в центр принеси одну двадцатую чего выпивки одну двадцатая ведра одна сороковая ведра вот диво дивное музей он такой богатый примерно 50 тысяч экспонатов археологические раскопки вот проводились на дне балтийского моря очень оттуда вытащены экспонаты в общем такое разнообразие а напротив музея это улица тыргами купеческая торговая интересный отель и называется он ма ма вот мы его сейчас видим там на втором этаже пристроечка тоже терраса а за этим отеле мама кстати ресторан самый лучший по опросу в этом отеле интересный замок настоящий замок 1897 году появился архитектор виктор необычный замок если выйти из электрички 4 вагона прямо прямо напротив увидите этот замок тут продавались квартиры может и сейчас продаются я себе посмотрела квартиру в этой верхней башенке почему потому что из окон квартиры видна речка лилупа из моря а здесь находился часто дом культуры культурный центр юг на раньше здесь находился отель фридриха горна и концертная площадка кто здесь только не уступал анастасия вяльцева вот леонид витальевич собина он говорил как я завидую вяльцевским гонораром она приезжала собственном вагоне блок посвящал ей стихи рейпин восторгался и вот все вы знаете романс романс не уходи побудь со мною здесь так отрадно так светло вот анастасия вяльцева посвятил этот романс влюбленных в неё николайзи цёк здесь же выступали чуть попозже в 1905 году ранис и аспазия аспазия это псевдоним аспазия гетерия в афина возлюбленные период афинского правителя истинное имя эльза фамилия розенберг ранис тоже псевдоним я не смешился вот когда они познакомились эльза розенберг была уже известной поэтессой а я не с пекшенс начинающим таким журналистом работал в газете и вот в регистре юнеско сохранилась почти 2500 писем на русском на латышском на немецком 35 лет были вместе как они любили поддерживали друг друга но может быть аспазию стихи не каждый читал но одно стихотворение вы знаете точно все смотрели фильм долгая дорога в дюнах это марта героиня поет песенку она укладывает малыша и исполняет песенку за печкаю поет сверчок угомонись не плачь сынок вот за окном морозная светлая ночка звездная и вот когда туристы выходят из электрички они первым делом прямо подходят к этому месту это развилки и замешательства куда же им идти это замешательство мне напоминает картину виктора васильцова витязь на распуте прямо идти вы попадаете прямо к морю песочку налево идти там станция думал то тоже интерес и на право много интересного была бы у нас машинка чего б я только еще не показал ведь это же вариант пешеходные экскурсии это первый знакомство с юрбой а была бы машинка мы с вами отправились бы взглянуть на дачу лаймы байкулы ой помню как михаил задорнов в интервью журналистки говорил я знаю каждый день чем одета лайма байкулы и странная дива журналистка говорит как это так да потому что когда я подпрыгиваю на патуте я вижу как одевается звезда вижу но я просто сидела рядом как-то за столиком кафе и услышала беседы чисто случайно так что программа очень большая и когда приедете на машине я вам покажу уже развернутый во льна ну что очень много интересного вот эта электричка привезла новую порцию отдыхающих мы ждем свою электричку у него сумасшедший случай после экскурсии мои девочки вдруг туристки не сказали ой мы опаздываем на самолет ой мы опаздываем и помчались через пути на другую противоположную сторону что поехать уже в ригу я за ними но меня вот машиниста отделяла на ведра метров 20 ну я же не могла туристы помчались я говорю сломя голову вот сейчас вышедшие из этого вагона они продолжат уже вечернюю такую пробу они начнут вечернюю свою прогулку а мы отправляемся в ригу может быть вам юрмала показалось пустынной и безлюдной но я говорю что у нас же смягчаются все правила 1 марта приезжайте уже никаких режимов самоизоляции уже не надо вводить свои данные там в интернет с 1 апреля я надеюсь будут открыты все кафе и рестораны для всех желающих но уж а первого мая сам бог берет милости просим ждем вас и вы увидите вы кого только здесь не встретите на улице йомас потому что тут приезжают сюда и на международные конференции до симпозиум тут различные фестивали праздник города праздник улице йомас байкеры любят тоже эти места а сколько тут и яхт клубов тоже их смены сюда приезжаю различные программы различные направления различные вектора ваших развлечений программы то что все оживет обещаю вам этим летом вы будете прогуливаться по улице йомас и надеяться что звезда который вы хотите висишься прямо пойдет напротив